Здравствуйте, дорогие мои друзья, маленькие и большие, а также случайные зрители. Сегодня я расскажу вам еще одну сказку, но перед этим я хочу вам сказать буквально пару слов в качестве предисловия. Когда я брожу по перекрестку, я нет-нет, да вспоминаю знаменитый роман Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Ну, посудите сами, у них аномалии и у меня аномалии. Нет, ну, конечно же, нет у меня здесь ни ведьминого студня, ни черт-лампы. Тут ведь свое, и оно совсем другое. Но есть определенно то, что объединяет этот великий роман и мою обыкновенную реальность. И пусть у Стругацких это золотой шар, а у меня обыкновенный камень, обыкновенный ли? Они оба умеют творить чудеса. Они исполняют желания. О том, что этот сейд отличается от других своей необычностью, я догадывался давно. И дело тут даже не в форме. Потому что по форме это обыкновенный большущий куб, стоящий на ножках, вокруг которого находятся несколько каменных табуретов. И я такие сейды называю главными. На них указывают все сейды-указатели, ну, а непосредственно рядом с ними происходят всякого рода чудеса. То компас играет в Карлсона, то аппаратура выключается. В общем, всякое бывает около них. Но есть у этих сейдов одно важное свойство. Вот обратите внимание, когда окажетесь рядом с таким вот главным сейдом. Хочется остановиться и постоять. Причем не просто постоять, а либо прикоснуться к нему, либо вообще лбом упереться. Я называю это подзарядкой. Ну, а помимо компаса и отказа электроники, бывают чудеса и поинтереснее. То тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у нас собаки лают, то у них идет война. Про тарелки я расскажу вам как-нибудь в следующий раз. Потому что это отдельная тема и требует целой сказки. А вот про войну расскажу сейчас. Пошли мы как-то с Лехой. Не с тем Лехой, с которым я постоянно, а тот, который из Москвы. Ну, музыкант. Вот, точно. Давайте так и будем называть его Леха-музыкант. Ну, так вот, пошли мы, значит, на Рыбное. Погода стояла великолепная, на небе не облако, а вот рыба не клевала. Ну, и через некоторое время мы решили пойти дальше. Дело в том, что в Рыбное впадает хороший такой ручей. И я давно хотел пройтись по нему и посмотреть, откуда он вытекает. Но как-то все, ноги не доходили. Ну, в общем, прошли мы весь ручей. Он оказался недлинным. Наткнулись на плантацию золотого корня и вышли к озеру. А озеро это насыпь пересекает. И от этого озера похоже на серп. Так вот, посреди этого озера, на этой самой насыпи, стоит себе сейт. Главный, конечно же, в форме куба. В общем, около него мы и зависли. А у Лехи-то, музыканта, организм все-таки слабый. Чаю затребовал. Ну, а как мне другу-то отказать? В общем, решили мы чаю попить. И вот как только чайник начал закипать, это и началось. Выстрелы. Сначала один, потом несколько. Потом начали стрелять очередями. Заработал пулемет. Поехала какая-то машина. С другой стороны, начали раздаваться какие-то то ли крики, то ли что-то похожее на крики. И оттуда тоже начали стрелять. Потом что-то ухнуло, взорвалось. А потом все это превратилось в массовую перестрелку. И все это происходило буквально рядом. Вот прямо за этой сопкой. Первое, что пришло в голову, ну, конечно же, это учения. Хотя какие тут, именно в этом месте могут быть учения. Ну, а с другой стороны, люди военные, им где прикажут, там и учения. А за сопкой стрельба не утихает. И вот, казалось бы, с одной стороны страшно, а с другой любопытство разбирают. Что ж там такое все-таки происходит? Ну, и я, значит, чуть ли не ползком, начал забираться на сопку. Лезу такой и думаю, ну, если это учение, они же точно не боевыми стреляют. А когда я залез на самый верх, внезапно все стихло. Словно и не было ничего. Огляделся я по сторонам, насколько взора хватило. А хватило я, могу сказать, на много. Километров так, на десять во все стороны. Даже море увидел. И ничего вокруг. Сплошные скалы, да провалы. Ну, и озера, конечно же. Ну, где тут учения проводить? А уж тем более ездить. Ну, я же отчетливо слышал и рев двигателя, и пальбу, и голоса людей. А Леха-музыкант мне снизу кричит. Ну, че там? Я махнул рукой. Мол, да ничего, пусто. Вытащил телефон, а он работает. Ну, думаю, дай позвоню приятелю своему. Он-то точно должен знать. Ну, и как вы уже догадались, ответ был отрицательным. Никаких учений в этот день не проводилось и даже не планировалось. Я спустился вниз, потом мы попили чаю и прошли в лагерь. По дороге мы, конечно, строили гипотезы, что это могло быть. Леха-музыкант выдвигал разные версии, мол, интерфейс может быть какой угодно, а процессор в компьютере – это вообще песок, вернее, кремний. Ну, в общем, старался подводить то, что с нами произошло, под какую-то научную теорию. Я точно уже и не помню. Да и не важно это. Важно совсем другое. Буквально через несколько месяцев мы уже с другим Лехой, питерским, нашли тот самый секретный и абсолютно непонятный по предназначению опорный пункт – Райтер Альм. Я просто когда полез на звук выстрелов, то выбрал не ту сопку. А потом, уже гораздо позже, я узнал, что в 1943 году наши действительно пытались атаковать Райтер Альм. Но это совсем другая история. Я же вернусь к нашей, вернее, к исполнителю. В самом начале моего повествования я уже говорил вам, что обратил внимание на некоторые странности этого Сейда. Понял я это, конечно, не сразу, складывая факты и определенные обстоятельства, но тем не менее. Ну вот, например, пришли мы как-то с Ванькой на Пролетарское озеро, обошли его по кругу, раз, наверное, по пять, и удочку забрасывали, и спиннинг кидали. Ничего. А исполнитель, он как раз неподалеку, на берегу стоит. А нам на следующий день уезжать. А мы что-то рыбу-то толком и не поймали. Мелочь какая-то. Ну а то, что поймали, съели. При очередном обходе этого озера мы как раз у Сейда-то и зависли. Ну и я такой, абсолютно ни о чем не думая, возьми да ляпни. Дедушка, ну дай нам рыбки хоть чуть-чуть, ну сколько не жалко. А то чего это мы, пустые домой поедем. Ну и решили мы сделать последний круг, подошли там в одно место под скалу на камень, и решили напоследок еще по разу забросить. И тут началось. Рыба будто с ума сошла, однако одной. И на удочку, и на спине. А почему озеро-то пролетарским назвали? У меня был красный поплавок. И вот, значит, забрасываю я удочку, и вдруг рыба начинает атаковать этот поплавок. Понимая, что сожрать его невозможно, смотрит вниз на червяка, который тоже красного цвета, и я вытаскиваю очередной крупный экземпляр. И с блеснами такая же история. Рыбе, казалось, неважно было, какая железка летит в воду, главное, чтобы на ней было что-нибудь красненькое прицеплено. Либо муха, либо нитки. Я потом, конечно же, пробовал другие. И бесполезно. Ох, и наловили мы тогда с Ванькой рыбы. И домой, конечно же, привезли. А вот еще одна история. Весной дело было по последнему льду. Солнце в тот день жарило, ну просто немилосердно. Я ходил практически весь день по пояс голый и обливался потом. А вокруг снег, лед по рукоятку был, и солнце жарит. Ну и думаю, дай-ка я к Сейду схожу. Проведаю, так сказать. Сошел с озера на берег и иду вдоль ручья. А ручей уже вскрылся, и вода такая, значит, течет и парит. Подошел к Сейду и говорю. Эх, сейчас бы искупаться, но только не в ледяной воде. Делаю шаг и проваливаюсь. Да по шею буквально. В снег, естественно. Да мало того, что провалился, так еще и застрял. Ох, и накупался же я. Я кое-как вылез, мокрый, замерзший, и говорю Сейду. Я же ему не так хотел. А он мне и отвечает. Так ты это конкретизируй желание. И не надо крутить пальцем у виска. Да, я могу разговаривать с камнями. И что такого? Вы, значит, с чайником кипящим можете разговаривать. Или, допустим, с машиной. Ой, моя девочка, да заводись, да все такое. А мне, значит, что, с камнями нельзя? Когда чайник свистит, и вы говорите ему, иду, иду. И он как бы начинает свистеть потише. Это нормально. А то, что я делаю, нет. А на вопрос, о чем мы с ним беседуем, отвечу его же словами. Дела двоих третьего не касаются. И пока я барахтался в этом сугробе, пытаясь себя выкопать, промок, конечно же, насквозь. Потом я выполз на лед, снял штаны, трусы, вытряхнул снег из бахил. Вернее, ту воду, в которую он превратился. Я в этом снегу, наверное, минут десять барахтался, пока себя вырыл полностью. Ну и, конечно же, вся одежда промокла насквозь. Развесил я ее на ветках, на солнышке, и хожу, значит, загораю. И тут, откуда ни возьмись, появился Петрович. Увидел меня в таком виде и обмер. А я ему, значит, рукой машу и говорю, добро пожаловать в кружок юных извращенцев. Он, бедолага, аж перекрестился и начал пятиться, как краб, назад. А вот пятится и крестится, и что-то бормочет. А я ему, Педро, ты куда? Да, и вот после этих слов Петрович побежал. Я хохотал в голос. Да что там я? Смеялись сопки, звери, которые за нами наблюдали. И смеялся Сейд. В общем, через некоторое время путем экспериментов, проб и ошибок, ну и, конечно же, долгих бесед, я понял, что Сейд этот или то существо, которое прикидывается Сейдом, может исполнить практически любое желание. И делал он это буквально. Кому-то он весьма существенно помогал. Ну а кого-то, как меня, мордой в сугроб. Ну а я, естественно, продолжая экспериментировать, интересно же, начал приводить к нему людей. И у нас возник такой особый ритуал. Народ же первым делом, как приедет, ой, Сейду хочу, а у меня столько всего, мне вот надо. Ну а я что им, поводырь, что ли? Я брал палочку и на земле рисовал что-то в виде карты. От нашего лагеря Сейд находился относительно недалеко. И говорил, вот тебе схема, иди. И вот те, кому действительно было нужно, его находили. И получали то, о чем просили. Я не могу рассказывать вам все случаи и истории, потому что истории эти сокровенные и очень личные. Но могу сказать одно. Среди тех, кто сейчас слушает эту сказку, есть и те, у кого на лицах улыбка и благодарность. Я даже вижу, как они кивают головой, загадочно улыбаясь. А есть, безусловно, те, которых он мордый в сугроб. Между прочим, у барышень, которые к нему ходили, лучше всех получалось с ним договариваться. Я думаю, это происходит потому, вернее, как говорил горбатый, баба, она сердцем чует, что желания их исходили не от разума, а от сердца. Кто-то мужа выпросил, кто-то здоровье, кто-то детишек. Или, может быть, потому, что Сейд все-таки мужского пола, вернее, та сущность, которая в нем обитает. Это вы у них спрашиваете. Я же, перед тем, как закончить эту сказку, приведу вам еще один пример, который, надеюсь, послужит моралью. И даже не столько моралью, сколько предметом для размышлений. Помните, в одном из своих выпусков я рассказывал вам про одну барышню, которая жаловалась на засилие китайцев на Кольском полуострове, что они уже и териберку захватили, ну и все в таком духе, как это обычно делают китайцы. Вспомнили, да? Ну так вот, тогда я не сказал вам, где именно она мне это рассказала. Ну, а теперь вы, наверное, догадались. А реакция моя была на тот момент бурной и необдуманной. А так как все это происходило неподалеку от исполнителя, я возьми в сердцах, да ляпни, да чтоб вы сквозь землю провалились, ну или что-то в этом духе. Но я очень сильно хотел, чтобы китайцы исчезли с Кольского полуострова. И они исчезли. Но какой ценой? И вот тут стоит задуматься, совпадение это, побочный эффект, или же это цена? Как там у Стругацких? И пусть никто не уйдет обиженным.